Девушки отдыхают Экспедиции на соседний Марс обнаруживают возможные следы наличия воды, главного компонента жизни. Крис Маккей, астробиолог. На Марсе много воды. Это ледяной шар, покрытый слоем пыли. Зомби также находят в неожиданных местах важнейшие необходимые для жизни химические элементы. Дэнни Глэвин, астробиолог. По всем планетам и их спутникам в Солнечной системе буквально разнеслись семена жизни. А что же холодные отдалённые области Солнечной системы и то, что за ними? Может ли жизнь существовать и там? Новые экспедиции открывают нам необычные миры. Спутники, где под километрами льда могут дремать огромные океаны. Эшли Дэвис, где вся поверхность испещрена сотнями действующих вулканов. Эшли Дэвис, вулканолог. Те области, где в принципе может существовать жизнь, раздвинулись от Земли до дальних рубежей Солнечной системы. И места, где в пространство бьют ледяные струи длиной в сотни километров. Кэролин Порко, планетолог. Возможно, перед нами доказательства существования внеземной жизни. Те же грандиозные силы, что породили нашу Солнечную систему, действуют во всей Вселенной. Считается, что только вокруг звезд нашей галактики вращаются десятки миллиардов планет. Может ли среди них находиться подобная Земля? Джо в Марсе, астроном. Мы, конечно, найдем обитаемые миры. Если не через неделю, или месяц, или год, все равно рано или поздно найдем. Поиски внеземной жизни. Часть вторая. Часть вторая. ПОерт. 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 Возможность внеземной жизни — это соблазнительная идея, давно заставляла человечество размышлять о том, существуют ли другие обитаемые миры. Теперь, по мере развития технологий, вероятность их обнаружения стала выше, чем когда-либо. Я бы очень хотел найти внеземную жизнь. Надеюсь, мы сможем это сделать в ближайшие годы. Поиски направлены на три основных компонента. Первый — это являющиеся основой живого химические соединения, составленные из простых веществ, которые находились в газово-пылевых облаках, породивших все планеты и спутники. Эти соединения, вероятно, миллиарды лет назад разносились по Вселенной кометами и астероидами. Они называются органическими и содержат углерод, кислород, водород и азот. Далее, для существования жизни нужна жидкость, такая как вода, где бы эти вещества могли смешиваться и взаимодействовать друг с другом. Наконец, требуется источник энергии, например, Солнце, которое питало бы необходимые для жизни химические реакции. Когда-то ученые были убеждены, что эти три компонента вместе могут присутствовать только на планетах, вращающихся на определенном расстоянии от Солнца. Ближе становится слишком жарко, а дальше, чем Марс, слишком холодно. Но теперь экспедиции во внешнюю Солнечную систему ставят над этим предположением знак вопроса. Таким увидел Юпитер космический зонд «Вояджер-1», запущенный несколько десятилетий назад для исследования внешней Солнечной системы. Кажется маловероятным, чтобы жизнь могла существовать в 800 миллионах километров от Солнца в этом ужасном холоде. «Вояджер» приближается к «Ио», одному из более 60 спутников Юпитера, вращающемуся в тени этого газового гиганта. «Ио» должен был быть замерзшим, ледяным, бесплодным миром. Но «Вояджер» фиксирует нечто совершенно неожиданное. На этих снимках «Ио» видны сотни гигантских действующих вулканов. Более поздние зонды обнаружили обширные озера застывшей лавы. На Земле вулканическая активность зависит от жара в недрах планеты. Но «Ио» так мала, что должна была остынуть миллиарды лет назад. Внутри спутника должен находиться другой источник энергии. Обнаружение на «Ио» действующих вулканов стало одним из крупнейших открытий в планетологии. Наблюдая за земными вулканами и изучая собранные на «Ио» большие объемы данных, Эшли Дэвис описывает, какова была бы прогулка по поверхности «Ио». Двигаясь по поверхности «Ио», вы оказались бы в очень враждебной среде. Здесь или крайне холодно, или там, где действует вулкан, и крайне жарко. Атмосфера, конечно, отсутствует. На ходу вы бы подпрыгивали, поскольку здешняя сила тяготения примерно равнолумной и составляет одну шестую от земной. Направляясь по обширным равнинам от одного вулкана к другому, вы чувствуете хруст под ногами. Вот мы стоим посреди большого поля с залитовой лавой. Здесь темно. И очень жарко. Все это состоит из лавовых потоков, который изверг один из многих вулканов «Ио», например, вот этот. Мимо «Ио» пролетает космический зонд «Новые горизонты». Он делает этот снимок громадного извержения вулкана под названием «Тваштар». В пространство выстреливает 300-километровый столб серы. На этих снимках видно, как столб растет, а затем опускается обратно на поверхность. Мы наблюдаем на «Ио» эти гигантские вулканические извержения. Газы, пробивающиеся сквозь лаву, вырываются далеко в пространство, в пустоту. Это очень эффектно. Что же может служить источником такого количества энергии внутри спутника, который должен был быть замерзшим телом? Откуда берется эта энергия? Ключ к пониманию загадки вулканической активности «Ио» — это Юпитер, вокруг которого она вращается. Ее вращение проходит не по круговой орбите, а скорее по эллипсу. При каждом обороте «Ио» получает гравитационные толчки и притяжение со стороны Юпитера и других спутников. На кратчайшем расстоянии от гигантской планеты она растягивается более чем на 100 метров. За миллиарды лет это привело к накоплению внутри спутника мощнейших сил трения. Продолжительная деформация спутника напоминает сгибание металла. Он разогревается. Это и есть настоящий источник вулканической активности «Ио». Мощные приливные силы, вызываемые притяжением Юпитера, создают далеко от солнечного тепла альтернативный источник энергии, который в принципе способен поддерживать жизнь. Особенно важно здесь то, что «Ио» уносит наше внимание далеко из обитаемой зоны вокруг Солнца туда, где энергия не доставляется исключительно Солнцем. Теперь та область, где, возможно, существование жизни расширилось от Земли до внешней Солнечной системы. Но вероятность существования жизни на самой «Ио» незначительна. Хотя на ней есть источник энергии, и, может быть, подходящие химические элементы, занесённые миллиарды лет назад кометами и астероидами, учёные до сих пор не обнаружили там третьего необходимого компонента — жидкости, подобной воде. Но кроме «Ио» у Юпитера есть и другие спутники. Беспилотный зонд НАСА «Галилей» пролетает возле одного из них — Европы. Он облетел Европу 12 раз. Всего 12. В сущности, всё, что мы знаем о Европе, получено в ходе этих 12 облётов. Каждый из них волновал нас до крайности. Европа чуть меньше нашей Луны и покрыта льдом. Данные, собранные Галилеем, показали, что температура поверхности составляет минус 160 градусов Цельсия, что, конечно, не подходит для жизни. Но, подлетая ближе, зонд сделал вот эти изображения. Ледяная поверхность Европы изрыта сетью загадочных тёмных трещин. Джон Спенсер, астроном. Ясно видно, что лёд местами потрескался. Края разошлись, и заполнившее трещинное вещество замёрзло. Кроме тёмных трещин, зонд также обнаружил обширные области из Кромсона-Вальда, который, по-видимому, таял, затем был разбит и вновь замёрз. Эту поверхность разбили какие-то крупные потрясения. Специалисту эта картина знакома. Морской лёд на Земле выглядит очень похоже. Затем Галилей измеряет магнитное поле Европы. Результаты показывают, что внутри струится электрический ток, заключённый в океане солёной воды. Трудно получить такую картину, если подо льдом не находится океан. Из сведений о магнитном поле следует, что на глубине нескольких километров под ледяной поверхностью Европы покоится океан глубиной до ста километров. На этом маленьком спутнике может оказаться в два раза больше жидкой воды, чем во всех океанах Земли. Что-то должно плавить этот спутник изнутри. Здесь разгадку также даёт Юпитер. Лёд Европы тает под действием той же силы тяготения, которая деформирует твёрдую породу Ио. В результате образуется водный океан и трещины на поверхности льда. Лёд вокруг трещит и раскалывается, вследствие чего возникает мощная сила трения и много тепла. Но остаётся вопрос, может ли что-нибудь жить в этом холодном океане, заключённом под километрами льда, куда не поступает солнечная энергия? В поисках ответа биолог Тим Шенк исследует те земные океаны, которые больше всего напоминают ледяные глубины Европы. В трёхстах километрах от Северного полюса Тим спускает под воду роботов, которые будут искать жизнь на глубине почти четырёх тысяч метров под арктическими льдами, куда никогда не доходит солнечный свет. Тим Шенк, биолог. Глубина ледовитого океана не похожа ни на что другое в нашей Солнечной системе. Здесь исследователь имеет дело с максимальными давлением и температурой, с крайними условиями для жизни. Здесь вулканическая активность разрывает морское дно. Учёные полагают, что под океаном Европы может происходить нечто подобное. Мы считаем, что она имеет твёрдое ядро. На это ядро воздействуют приливно-отливные силы и оно деформируется вместе со всей планетой. Образующемуся теплу нужен какой-то выход. На неспокойном арктическом дне автоматы Тима обнаруживают крайне неблагоприятную среду. Жерла вулканов выбрасывают струи, разогретые почти до 400 градусов, содержащие ядовитые вещества, например, сероводород. Тим считает, что подобные жерла могут находиться на дне океанов Европы. Здесь, вокруг этих жерл, в кромешной тьме автоматы находят жизнь. Мы обнаружили новые формы жизни, микробы, которые покрывают здесь морское дно. Даже в самых холодных водах, в самых глубоких местах полярных морей Земли существует жизнь, о которой нам раньше не было известно. для поддержания жизненных реакций, для поддержания солнечного света подобные микробы употребляют серу, водород и метан, химические источники энергии. Эти микробы образуют основу большой пищевой цепи. Обнаружение жизни здесь повышает возможность ее обнаружения на Европе. для меня очевидно, что компоненты, основные химические элементы, необходимые для жизни, на Европе имеются. Нельзя себе представить ничего, чего не было бы в ее океане. Я совсем не удивлюсь, если мы найдем там жизнь. Обладая жидкой водой, источником энергии и необходимыми химическими веществами, вероятно, занесенными кометами и астероидами, Европа делает возможным существование жизни там, где это было, кажется, немыслимо. Таким образом, на спутниках, вращающихся вокруг планет, возникает тепло и тает лед, образуя подледные океаны и, следовательно, возможную среду для жизни. Это означает революцию в наших взглядах. Однако, безопасная посадка зонда на поверхность Европы для проверки этой теории всего лишь первая из задач, которые нужно выполнить в поисках жизни на расстоянии сотен миллионов километров от Земли. Стив Куайрс, астроном. Нужно соорудить нечто, что смогло бы проникнуть сквозь километровый толщий льда, а это ведь сложно и на Земле, а затем нужно нечто плавающее. Это произойдет. Я хотел бы до этого дожить, но это будет непросто. Очень непросто. Европа не единственный объект внешней солнечной системы, занимающей исследователей. Могут ли сходные условия существовать на спутниках других планет, находящихся еще дальше от Солнца? Это выясняла экспедиция зонда Кассини. Он был запущен к окруженному кольцами Сатурну на расстоянии полутора миллиардов километров от Солнца. Его целью было исследование Сатурна, формирование его колец и некоторых из более чем шестидесяти спутников. Кассини с самого начала задачи экспедиции Кассини было изучение всего, что связано с системой Сатурна. Это значительная исследовательская экспедиция. Кассини предоставляет ученым лучшие данные об этой загадочной системе. Кассини оснащен набором самых современных научных приборов, которые когда-либо доставлялись во внешнюю солнечную систему. Там есть камеры и спектрометры. Это самый дальний автоматический обанкуст человечества в космосе. Через семь лет полета Кассини наконец заходит на орбиту Сатурна. Более детальных изображений его колец раньше не было. Кольца достигают тысяч километров в ширину, однако местами они не толще нескольких десятков метров. Измеряя с помощью своих приборов длину волн отраженного света, Кассини подтверждает, что эти грандиозные кольца состоят из миллиардов сверкающих частиц практически чистого льда. Их размеры колеблются от мельчайших зернышек до настоящих гор. После восьми месяцев сбора данных о Сатурне и его кольцах, Кассини направляется к одному из ближайших спутников. Этот ледяной шарик всего 300 километров диаметром Энцелас. На этих снимках, сделанных Кассини, видна белая сверкающая поверхность, не похожая на другие спутники Сатурна. Она изрезана расселенными, хребтами и трещинами. Кассини сфотографировал протянувшиеся через Южный полюс странные большие трещины. Здесь они голубого цвета. Эти четыре параллельных разлома ученые назвали тигровыми полосами. Они достигают 120 километров в длину и несколько сотен метров в глубину. Эти полосы похожи на геологические разломы на Земле. Энцелад был главным объектом исследования Кассини. Было ясно, что там некогда что-то происходило. Вопрос заключался в том, происходит ли там что-либо сейчас. При другом облете термографические сенсоры Кассини фиксируют нечто неожиданное. Тигровые полосы на южном полюсе должны были быть холоднее остальной части планеты, однако они излучают тепло. их температура все же не превышает минус 80 градусов, но это на 100 градусов теплее большей части Энцелада. Затем, когда Кассини изменяет направление, он показывает силуэт Энцелада на фоне Солнца, и большие столбы льда, извергающегося в космос. На этих снимках видно, как эти струи выстреливают на сотни километров из тигровых полос. Кэролин и ее команда были изумлены. Мы даже не предполагали, что увидели нечто вроде целого леса ледяных струй, выстреливающих на сотни километров в пространство над Энцеладом. Мы никогда раньше не видели такого зрелища. Может ли Энцелад, подобно ее и Европе, иметь внутренний источник энергии? Ученые считают, что при вращении вокруг Сатурна трение, вызываемое силами тяготения, разогревает его. И лед под поверхностью спутника тает так же, как и на Европе. Они уверены, что струи состоят из жидкой воды, которая испаряется и замерзает, оказавшись в холодном вакууме. Они взлетают со скоростью 2000 километров в час. Вращаясь вокруг Сатурна, Энцелад растягивается как скрепка. Внутри образуется тепло, которое, как мы думаем, воздействует на жидкость под его поверхностью. Взволнованная этим открытием команда ученых заставляет Кассини пролететь сквозь струи и собрать частицы. После нескольких пролетов спектрометры Кассини фиксируют в струях некоторые из основных химических компонентов жизни. Это была крайне захватывающая находка, ведь мы считаем, что там есть не только вода в жидком состоянии, не только огромные излишки тепла, но также и органические вещества. Таким образом, здесь имеется вся искомая триада, три главных компонента обитаемой среды. Но способен ли этот странный чужой мир в действительности поддерживать жизнь? Кэролин описывает, каковы были бы поиски ответов на поверхности энцелада. Вступая по поверхности энцелада по направлению к тигровым полосам, вы сначала встретите большую область, покрытую снегом. небо там черное, как чернила. При движении вы перелетали бы с места на место, поскольку здесь слабая гравитация. Если бы солнце было за спиной, мы бы ничего не увидели. Но в правильном ракурсе, смотря прямо на солнце, мы внезапно заметили бы то, что, думаю, можно называть величайшим зрелищем солнечной системы. огромные призрачные фонтаны, взметающиеся в небо, мелкие искрящиеся ледяные кристаллики, большинство которых падает обратно вниз, устилая поверхность белоснежным покрывалом. Если мы не ошибаемся, эти струи на энцеладе извергаются из наполненных водой емкостей, где, возможно, некогда зародилась жизнь. В лопате энцеладского снега, может быть, нашлись бы останки микроскопических организмов. Поскольку приборы Кассини не способны фиксировать сами признаки жизни, пока следы микроскопических организмов в этих строях не обнаружены. Но это открытие делает энцелад первым кандидатом в объекты будущих экспедиций. Мне кажется, будто на энцеладе установлен знак «Бесплатные образцы, бери, кто хочет». Нам нужно только прилететь и забрать их, не нужно бурить и копать, не нужно бегать вокруг и искать. То, что нужно, само взлетает в космос. Открытие нового источника энергии и предполагаемых водных океанов внутри спутников планет свидетельствуют о новых возможных обитаемых точках нашей Солнечной системы. Тем временем, открытие на Земле делают очевидным, что жизнь способна выдержать еще большие различия условий, чем это ранее считалось. Экспедиции в самые опасные места показывают, что микробы могут существовать в сухих пустынях и активно размножаться в озерах, полных ядовитого мышьяка. Бактерии могут жить, прилепившись колониями на стенах пещер, выдерживать серную кислоту и ядовитый сероводород. Микробы также благополучно процветают в реках полных вредоносных промышленных отходов. Нам известно, что микроорганизмы способны существовать в этих различных кислотных и даже ядовитых средах. Чем больше мы вглядываемся в этих самых выносливых обитателей Земли, тем больше у нас шансов найти там жизнь. Наше открытие раздвигает границы доступных для обитания зон. От мерзлых ледников до раскаленных источников. от высокогорных пустынь, поражаемых ультрафиолетовым излучением, до глубоких километровых шахт и морских разломов, куда никогда не доходит свет, всюду ученые находят жизнь, способную адаптироваться и распространяться. Жизнь на Земле может существовать во многих крайне суровых средах и проявлять уникальные способности. Мы каждый день узнаем все больше о том, насколько она разнообразна и замечательна. Итак, могут ли среды других планет, ранее считавшиеся слишком суровыми для существования жизни, все же оказаться для нее пригодными? Нам действительно нужно отправиться туда в соответствии с нашими возможностями. Когда мы впервые искали жизнь на других планетах, то искали условия, похожие на земные. Конечно, нужна вода, нужный источник энергии и углерод. Но для меня главный вопрос в том, есть ли где-нибудь на планетах нашей Солнечной системы другой тип жизни? Таким образом, Крис желает знать, может ли жизнь развиваться по другим законам? Может быть, даже на основе иных химических веществ? И, следовательно, могут ли даже самые негостеприимные уголки дать условия для этой жизни? Таким местом является один из спутников Сатурна, который посетил зонд Кассини. Это самый большой из них. Титан. Кассини фиксирует в атмосфере органические элементы, а радар находит под облаками возле Южного полюса нечто таинственное. Кажется, это озеро. Дальнейшие облеты обнаруживают, что это лишь один из водоемов, которыми усеяны как Северный, так и Южный полюс. было волнительно и захватывающе смотреть на все эти озера и пытаться понять, в чем дело. После Земли Титан, первое небесное тело, на поверхности которого обнаружена жидкость. Но температура составляет минус 180 градусов, так что это не может быть вода. анализ света, отражаемого от поверхности озер, показывает, что они наполнены сверхохлажденным жидким метаном и этаном. На Земле эти гидрокарбонаты являются газами, используемыми в качестве топлива. Из собранных данных ясно, что на Титане метан заполняет речные долины, образует облака и даже выпадает в виде дождя. Жидкий метан ведет себя во многом как земная вода. Но может ли он подобно воде, этой основе жизни, позволять органическим молекулам растворяться, смешиваться и взаимодействовать? Этот вопрос следует астробиолог Крис МакКей. Наша общая теория жизни, построенная на опыте Земли, утверждает, что живое нуждается в жидкости. Некоторые доказывают, что эта жидкость должна быть водой. Но на Титане можно спросить, а что если какая-то другая жидкость? Может быть сгодится нечто кроме воды? Крис уверен, для того, чтобы на Титане возникла жизнь, сперва должен был пройти фундаментальный процесс, который, согласно наиболее распространенной теории, некогда имел место на Земле и в конечном счете породил нас. В этом случае сырье для жизни, органические молекулы, растворяется в воде. Оказавшись в этой жидкости, они вступают в реакцию, образуя более крупные и сложные молекулы, которые впоследствии некоторым образом превратятся в живые существа. Чтобы жизнь могла возникнуть на Титане, первичные компоненты должны были раствориться в жидком метане. Теперь Крис пытается выяснить, возможно ли это. Вначале он должен сымитировать органические вещества, зафиксированные приборами Кассини в верхних слоях атмосферы Титана. Воспроизводя источник энергии, Крис дает разряд, который поджигает находящиеся в колбе газы, аналогичные тем, что существуют на Титане. Это приводит к возникновению органических молекул. Они образуют этот коричневый осадок на дне сосуда. Мы осуществляем те же операции в колбе, в результате чего получаем вид твердой органической материи, аналогичной той, что возникает в атмосфере Титана. Затем Крис воссоздает уникальные озера Титана. Он заполняет колбу метаном и охлаждает его жидким азотом до минус 180 градусов. Теперь метан становится жидким, как на поверхности Титана. Итак, в колбе у нас миниатюрное озеро, лужица жидкого метана, циркулирующего среди органического вещества. Может ли что-нибудь там раствориться? Вот в чем вопрос. И приведет ли это со временем к образованию более сложной органики? Может ли таким образом начаться возникновение иного типа жизни? Точно неизвестно, как зарождается жизнь, но Крис интересует вопрос, могут ли органические вещества растворяться в жидкостях подобных метану? Если могут, это должно означать, что даже при крайне низких температурах в жидкостях, отличных от воды, возможны химические условия для жизни. Известно, что там имеются условия, поддерживающие газ в жидком состоянии. Есть источник энергии, органическая материя, питательные вещества. Там есть среда, подходящая для обитания. Но если там есть жизнь, она должна совершенно отличаться от нашей. Эксперимент Криса это еще один шаг к пониманию того, может ли на Титане существовать жизнь. Самым важным открытием для меня была бы жизнь на Титане, ведь это показало бы, что жизнь не просто зародилась дважды, но дважды в очень различных условиях. Это показало бы, что жизнь это естественный феномен, возникающий на самых разных планетах, вращающихся вокруг многих и многих звезд. Титан, Энцелад, Европа, и ИО доказывают, что даже в пределах нашей Солнечной системы есть места, где, по убеждению некоторых ученых, имеется возможность существования жизни. Возможно, это жизнь, какую мы никогда прежде не видели, очень необычная в смысле структуры и организации, но теперь мы осознаем, что эта среда способна ее породить. Три главных фактора энергия, жидкость и химическая основа оказались более распространенными, чем это когда-либо считалось. Если они есть здесь, то могут ли подходящие условия иметься за границами нашей Солнечной системы? Думаю, что постигая нашу Солнечную систему, мы станем понимать, какие условия могут иметь место вблизи других звезд и во всей нашей галактике. Это в корне меняет наш взгляд на Вселенную. Есть ли где-то в ее глубинах звезда, подобное Солнцу, вокруг которой вращаются планеты, изобилующие жизнью? В нашей галактике находятся миллиарды таких звезд. Вокруг них вращаются вероятно десятки миллиардов планет. Если где-то на них есть жизнь, можем ли мы ее обнаружить? Астроном Марио Ливио — новатор научного поиска. С помощью космического телескопа Хаббл он заглядывает глубоко в космос, где рождаются новые звезды, похожие на наше Солнце. Такой видит Хаббл туманность Ориона. Здесь в полутора тысячах световых лет от нашей Солнечной системы в огромных облаках пыли и газа возникают новые звезды. Марио Ливио — астрофизика. Мы как бы заглядываем в пещеру. Мы видим пустоту, где вращается газ и пыль, а в центре формируются звезды. Прямо в середине между сверкающими звездами находится нечто похожее на черное пятнышко. В действительности это молодое Солнце, окруженное плотным кольцом пыли и газа, почти 80 миллиардов километров шириной. Это пятно означает рассвет новой Солнечной системы. Сейчас это кольцо обращено к нам ребром и совершенно заслоняет звездный свет. Поэтому звезды не видно. на других изображениях видны похожие диски, наклоненные так, что в середине можно наблюдать звезду. Эти вращающиеся облака материи со временем могут сформировать планеты и спутники, по мере того, как частицы пыли, льда и газа сталкиваются и составляют одно целое. Полагают, что подобный процесс создал планеты нашей Солнечной системы. Хаббл обнаружил, что такие вращающиеся кольца широко распространены. То, что мы видим эти объекты очень часто, говорит о том, что подобное сырье для образования планет является очень распространенным и что, вероятно, планетные системы формируются вблизи многих звезд. Но формируют ли эти новые Солнечные системы планеты земного типа, имеющие подходящие компоненты для поддержания жизни? Узнать это хочет астроном Джош Айснер. Он прилетел на Гавайи, в Маунаке, чтобы более детально рассмотреть газово-пылевые облака. Мы действительно хотели бы понять, есть ли там первичные элементы жизни? Можно ли найти в зародышах планет других звездных систем то, что мы связываем с нашей земной жизнью? Исследование газа и частиц пыли на расстоянии сотен световых лет непростая задача. Она требует очень точных и чувствительных приборов, таких, как телескопы из обсерватории Кека. Эти два телескопа-близнеца, расположенные на высоте более 4000 метров на вершине спящего вулкана являются одними из мощнейших на Земле. Джош использует оба. С помощью спектроскопа, анализирующего отраженный свет, излучаемый молодыми звездными системами, он сможет рассказать об их составе. В настоящее время мы пытаемся подробно зарисовать пыль и составляющие раскаленного газа. Есть ли там водяной пар, который может со временем превратиться в атмосферу или океан? Его находки воодушевляют. В одной из отдаленных звездных систем Джош фиксирует следы углерода, кислорода и водорода. Трех главных элементов, необходимых для возникновения химических соединений, служащих основой жизни. Еще интересней, что в некоторых кольцах эти составляющие по-видимому находятся на подходящем расстоянии от своих звезд, чтобы сформировать планеты земного типа. Но это все теории. Спрашивается, существуют ли подобные планеты в действительности? Астроном Джефф Марси пытается найти ясный ответ на этот вопрос. Он искатель планет, разглядывающий небеса в поисках следов небесных тел, которые уже сформировались вокруг далеких звезд в тысячах световых лет от нашей Солнечной системы. Это и впрямь непросто искать планеты вблизи других звезд. Просто дело в том, что планеты не излучают свет. Они очень темные. С помощью современных телескопов увлеченные искатели планет, такие как Джефф, смогли справиться с этой задачей. Звезда при наблюдении всегда сохраняет одну и ту же яркость, но если вокруг нее вращается планета, то проходя перед звездой, она заслоняет небольшую часть света и появляется небольшое потускнение. Это происходит каждый раз, когда планета проходит мимо звезды. И самое замечательное в том, что можно определить ее размер, поскольку чем планета больше, тем больше света она загораживает. Таким образом, мы собрали огромную информацию о планетах просто наблюдая за звездным светом. Неудивительно, что большинство планет, которые астрономы нашли этим путем, это гигантские тела, задерживающие большое количество света. Наблюдая также за гравитационным притяжением, которое они оказывают на свои звезды, Джефф подсчитывает, что большинство этих гигантских планет образованы из газа и, скорее всего, необитаемы. Но настоящая цель — найти более мелкие каменистые тела, подобные Земле, где могут найтись подходящие для жизни условия. Задача нахождения планет земных размеров крайне трудна. Когда Земля проходит мимо звезды, она заслоняет лишь одну сотую процента ее света. Космический телескоп Кеплер предназначен для того, чтобы фиксировать это слабое потускнение. Его задача — направить объектив на один небольшой участок космоса и тщательно исследовать 150 тысяч звезд на предмет планет земных размеров. Обладая достаточной чувствительностью, чтобы зафиксировать минутное ослабление звездного света, Кеплер уже собрал громадное количество данных. Им открываются тысячи возможных кандидатов в обитаемые планеты. Кеплер только что обнаружил несколько планет, имеющих диаметр и массу, ясно указывающих на каменистое небесное тело. Таким образом, теперь в первый раз в истории человечества мы знаем о конкретных планетах, напоминающих нам о доме. Эти первые из обнаруженных каменистых планет вращаются слишком близко к звездам, чтобы быть обитаемыми. Однако то, что было найдено большое число мелких планет, изменяет наш взгляд на далекие звездные системы. Мы узнали, что естественные силы создают некоторое количество больших планет размером с Юпитер или Сатурн, что они создают больше планет помельче, вроде Нептуна, и еще больше планет размером с Землю. Число планет подобно числу камней и гальки у берега моря. Там есть несколько больших валунов, намного больше обычной гальки и бесчисленное количество песчинок, на которые похожи среди космоса планеты земного типа. Джефф уверен, что обнаружение обитаемой планеты это лишь вопрос времени. Я полагаю, что та картина, что мы видим на Земле, воспроизводится миллиарды раз на планетах, подобных Земле, обитаемых планетах Млечного Пути. Но даже если мы найдем планету подходящих размеров в нужном месте, покрытую водными океанами, сможем ли мы на расстоянии триллионов километров обнаружить на ней жизнь? Возможно, это сможет сделать космический телескоп Джеймс Веб. Этот аппарат, запланированный к запуску на орбиту в текущем десятилетии в три раза мощнее Хаббла. Он будет способен исследовать звездный свет, проходящий через атмосферу ближайших планет земного типа, и искать там сами признаки жизни. Думаю, у нас неплохие шансы найти планету, где есть кислород, метан, диоксид углерода и азот, как на Земле. Возможно, там будет растительность, производящая кислород. По мере того, как телескопы смотрят все дальше, а космические аппараты все больше приближаются к отдаленным мирам, новые открытия преображают все то, что мы знали о нашей Солнечной системе и нашей галактике. Я постоянно поражаюсь тем данным, которые приносят наши текущие экспедиции. То, что мы сейчас находим, никоим образом не предполагалось фантастами. Пойдут годы, и люди будут смотреть на наше время, как на золотой век исследований Солнечной системы. Ведь в одну реку дважды не войдешь, правда? В другой такой эры открытий не будет. В нашей Солнечной системе и за ее пределами ученые находят органические молекулы, сырье, необходимое для возникновения жизни. Было бы наивно думать, что наш химический состав и наша земная жизнь возникли во Вселенной только однажды. На самом деле должны существовать миллиарды галактик и, вероятно, триллионы звездных систем, где формируются сходные вещества. Условия, подходящие для обитания, могут быть более распространенными, чем это считалось раньше. Все это заставляет надеяться, что жизнь это естественное начало нового мира. Те же самые природные силы, что создали жизнь на Земле, действуют во всей нашей галактике. Прекрасное занятие для каждого наблюдать ночное небо, смотреть на сверкающие звезды и осознавать, что в сущности вокруг всех этих звезд есть планеты. А это всего лишь наша галактика. Существуют сотни миллиардов таких галактик, как Млечный Путь, так что количество планет во Вселенной просто неисчислимо. И так сейчас стоит задача определить действительно ли существует внеземная жизнь. Будет ли она впервые открыта на спутнике таком, как Энцелад? Будет ли она обнаружена одним из современных телескопов? И будет ли она найдена вообще? Каковы бы ни были ответы, многие считают, что наше время это поворотный момент в истории. Ведь мы наконец владеем технологиями и знаниями для того, чтобы узнать, есть ли жизнь вне Земли. и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!